Хей-хей-хей, ребята, привет! Мы сегодня прилетели в Калининград, а это значит, что будут новые путешествия Алёшки. Что скажете? Что-то холодно. Блин, Веня, я так радостно начал, а ты так не очень закончил. Скажи, что хорошо. Это гэк на контрасте. Предвосхищение в предвкушении классных красивых зданий. Ну, отдельное спасибо таксисту, он нам очень много интересного рассказал. Оставляйте таксистам чаевые обязательно, если они себя ведут классно. Будет выпуск, и он начинается сейчас прямо. Куда нужно в первое место сходить в Калининграде, особенно, если ты прожитаешь с утра, это, конечно же, в Макдак покушать, да? Очень любимый Макдональдс, у них есть кофе, вкус и молоке, здесь, по крайней мере. А ещё тут свой язык, посмотрите, как в чеке. Вы знаете, я вот такой не знаю. Честно говоря, не могу определить, что это даже. Если знаете, напишите в комментариях. Уходит с Макдональдса, и здесь вот такой вот вид. Решил Калининград нас порадовать солнечной погодкой. Хотя мы когда приехали, было совсем не солнечно. Вот, но сейчас прикольно, прикольно. Солнечно, так хорошо. Отель Европа. Монумент, мать Россия. Эту достопримечательность обязательно нужно заснять, потому что это напоминание сразу же о европейских городах. Тут лежит брусчатка. Настоящая старинная брусчатка. Да старая, конечно. Смотри, какая она старая. Вот он, наш асфальт. А вот старая брусчатка. Наш асфальт. Старая брусчатка. Я слушала историю о том, что город перетряхивали перед тем, как принимать гостей. Как вы думаете, может? Проголосуйте. Предлагаю, да, оставляйте комментарии, и мы узнаем, может быть или не может. Впереди там видно дом советов, который построили вместо старинного, старинного замка рыцарей ордена, Тевтонского ордена. Сейчас я вам его покажу, смотрите. Вон он. Мы, в общем, подошли поближе к этому замку. Был здесь замок в старинной смысле. Еще когда Пруссия здесь была. Вот. И, в общем, был здесь замок. Его потом разбомбили. И вот поставили дом советов. И вот он такой вот. Поближе подошли, чтобы подснять его. Ну, некрасивый, честно сказать. Ничего красивого я здесь не вижу. Он еще и не работает. Вот. Но с архитектурной точки зрения мне это вообще никак не нравится и не привлекает. Не знаю. Ребята, вот давайте спросим у ребят. Просто прохожие какие-то ребята. Вот, ребята, извините. Вот мы в Калининград прилетели. Как вам вот это вот здание? Как вы думаете, он нравится вообще? Это наше достопримечательное. Значит, старое здание. Дом советов. Недостроенное. Недостроенное. Вот и парковка большая. На полторы тысячи машин вообще. На полторы? О, круто. На полторы тысячи машин. Это очень важный как-то центр. Ага, да. А что, работает? Тогда зайти можно? На парковку можно. А в здание, да? В здание? Да, да. В здание стало центром современной молодежной культуры. Если вы обратите внимание, там есть... Куча граффити. Ага. Это такие... Физики. Физики для свободных, модных местных художников. И бомжей. Ага, понятно. И их друзей бомжей, да. Так, то есть вы считаете, что хорошо, что замок снесли, и нахрен он бы здесь не нужен, да? Да, да, даже да. Я считаю, да. Ага. Там еще вот вид открывается на панельные дома. Очень красиво. Ну вот такое мнение вот есть у людей. Не знаю, вы, конечно, решайте сами это. Чисто вам решать. Ну, тут можно посмотреть оставшиеся руины от замка. На фоне которых стоит вот Дом Советов. А вот здесь был ранее замок. Сказали, что не хотят, возможно, где надо открывать, потому что там было бы перебарки, где раньше дом Кангер был. Вон старинная кирха стоит, очень красивая. Думаю, мы к ней подойдем поближе, заснимем обязательно. Так, мы приближаемся к кирхе. Вот, уже можно с моста ее покрупнее разглядеть. Симпатично выглядит. Сейчас я вам ее покажу. Там еще на заднем фоне вот тут торчит купол. Пока непонятно чего, мы еще не разобрались до конца. Мы спустились под мост. Здесь вот такой вот вид на кирху красивый. Такая старинная брусчаточка. Вот, сейчас будем здесь ходить. Тут вроде парк скульптур. Вон, можно уже увидеть скульптуры. Вон они стоят. Сейчас, так сказать, обойдем немножечко и почитаем. Вот так это выглядело. Кнайпхофф получил городскую грамоту в 1327 году и стал самым молодым из трех городов Королевской горы. Так дословно переводится Кёнигсберг. Прусы, жившие на острове до прихода Техтонского ордена, называли его Кнепав. Вот, вот так вот это выглядело. Очень смешно. На этом месте будет установлен монумент «Мир всем». Как нам сегодня. Да, так, к сожалению, не указано. Но будет. Но, судя по памятнику, он довольно старый, если честно. Да. Возможно, это памятник непостроенному памятнику. Может, у калининградцев есть какие-то приколы. Дом Советов тоже не достроили, он стоит. Продолжение следует... так вот впереди можно увидеть рыбацкую деревню так 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 я могу не понять это возможно не хох дочь оба их вайс дас но я знаю это так мы добрались до могилы иммануила канта возле стабличка сейчас я покажу иммануил кант 1724 1804 такие необычные елочки везде деревья немножко такие необычные вот и еще здесь еще памятник герцогу о нет сначала мы подойдем прочитаем вот что написано на старинном камне очень прикольный камень такое действительно зеленый аж весь уже мухом подросший на этом месте стояло здание в котором 17 августа 1544 года был открыт кёнигсбергский университет альбертина монумент герцогу альбертина альбрехт основатель канеберского университета это скорее всего синагога а вон написано рыбная деревня вот мы сейчас пойдем туда выглядит симпатично вот он говорит гвоздика я не нравится зря взял глинтвейн без алкоголя но в алкогольной понимаешь там алкоголь там уже пофиг какая-то гвоздика не гвоздика просто и там винишко есть и все так этому будешь здание бирже это очень крутая экскурсия мы рассказывали про это здание бирже историю его вообще такого разбомбили восстановили что в нем было короче очень крутая экскурсия советую зайти 350 рублей стоит билет сейчас покажу вот перейти зайти с курсоводом с курсовод 100 рублей просто на всю группу стоит очень интересно а сейчас мы на выставке гофмана ну еще не прям зашли но сейчас пойдем о щелкунчик а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, вот Степа говорит на обратном пути Можете сделать Ну так-то можем, да Что-что, вход Блин, прикольно, прикольно Так массивно тут Все Монументально О, монетка есть Скажите, как вы думаете, что это были за бытовые помещения? Без чего здесь жить было невозможно? Вот это теория? Душ? Котельный или душ? Ну не было Так, я слышал туалет Далее Вот эти выступающие детали Называются полукапонирами Здесь же находится центральный капонир Это стрелковые точки для прикрытия рва Чтобы враг не мог его переплыть Ну и последний нюанс Связанный с устройством форта Это его освещаемость Изначально здесь не было электричества Поэтому помещения форта Освещались светом из окон Из световых колодцев А в роли осветительных приборов Были горбитные лампы и фонари Мы с вами попали в так называемый Типовой казарменный каземат И именно в таких помещениях Внутри форта и размещался Личный состав В такой комнате Чья площадь ровно 50 квадратных метров Жил либо аж целый один офицер Либо же от 10 до 18 простых рядовых солдат И как раз о солдатском быте Мы с вами сейчас и поговорим Начнем мы с того, что на входе Не было никакой решетки Там была стена-перегородка С входной дверью по центру А сверху было большое стеклянное окно Называется это фонарная выгородка И применялась она для освещения Большого порохового склада Сюда вносили комбитные осветительные приборы Они ставились в окна А их свет через стекло падал в склад И он тем самым освещался Смотреть все помещения здесь мы не станем Это однотипные склады Мы посмотрим наиболее интересные Примечательные из них Но сначала я полагаю, что некоторые из вас Обратили внимание на то, что наверху Висят два больших крюка Так вот, такие крюки служили местом Для крепления талевых лебедок То есть туда вешали талевую лебедку При помощи чего работали с тяжелыми Крупногабаритными грузами Большой пороховой склад Это самая большая и самая вместительная комната Во всем форте И раньше здесь хранился запас В 35 тонн черного дымного пороха В количестве 660 бочек на помещение Но перед боем ворота нужно закрывать Чтобы с улицы сюда не попали поражающие элементы Такие как осколки или же шрапнель Закрывайте их обратно И рычаг вверх Неплохо Благодарю вас Весит одностворка ворот 2,5 тонны И как ведь раньше говорил Сделаны они из чугуна Это устройство называется ТЗМ Транспортно-зарядный механизм Это лифт для подачи боеприпасов С первого на третий этаж На высоту 12 метров Одна чаша поехала вверх Вторая спустилась вниз Потом наоборот И так до бесконечности Так мы на крыше Там уже что-то рассказывают Покрутите-ка его снаружи Еще желающие есть попробовать? Так вот Механизм находится в полностью рабочем состоянии Крутится изнутри и снаружи Все летом не более двух часов В целом не могу сказать, что особо комфортно Но жить можно Внутри там есть два маховика для поворота устройства И неудобная сидушка Которой я бы пользоваться не стал В общем, кто хочет После экскурсии может залезть внутрь И почувствовать себя настоящим немецким наблюдателем Так, все, экскурсия закончилась Нам сказали, можно походить, полазить, посмотреть Все, посидеть Так, сейчас будем пробовать поднимать Открывать ворота, Оля будет пробовать Которые весят 2 тонны Давай, силач Вниз 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 Так он сказал, вниз Дави-дави вниз Во, оп Все, и на себя тянешь потом Все, готово Две тонны весит, капец Тебе надо опять надавить Чуть-чуть Вот, давай, теперь дави туда В смысле Красава А теперь отпускай Так, мы сейчас пойдем вот сюда Вот эту штуку попробуем посидеть Там такие вот бойницы Я ее ранее снимал Я захожу сюда Тут, смотрите Короче, маленький такой проход И дальше лестница вот так И Блин, а как я буду? Ладно Я буду Прямо по лестнице Тут, короче, прям надо по лестнице подняться Поснимайте меня Давай Давай О, сейчас Так, ребята, интерактив Тут, короче, вот такая бочка Сейчас Вот так вот вниз По такой вот лестничке Вот такая бочка Мы тут Вот Я вот так, типа, сижу И вот тут у меня, типа, бойница Вот я вот так гляжу в нее Ее же поворачивать можно Вот, но два часа Это, конечно, жестко Все, я слажу Кролики бегают Кролики бегают Прикольно Военный хоббитен Ну тут тактик-то поезд Смотри, тут какие-то черные стены Сейчас я на нас посвечу Ааа, ребята Здорово Спасибо Короче, тут вот такое помещение Все в черных стенах Ой, а там еще за решеткой что-то есть За решеткой, да Но я туда уже не пролезу Здесь нет машин Короче говоря, если честно, страшновато Короче, я вот дошел и нашел старинные ящики В которых, возможно О, тут даже номер есть Шифр изделия Количество, одна штука Номер партии Марка завода Укладчик даже есть, фамилия Контролер Вот такие старинные ящики В которых, возможно, там лежали Какие-то вот боеприпасы Вот, сетка Форт номер 11 В Калининграде Который сдали без боя Он не участвовал в никаких боях Нам так сказали Вот, на самом деле Очень интересная экскурсия И сам форт такой Он прям супер хорошо сохранился Все здесь прям Как вот было Еще со времен Первой мировой войны Потому что он тогда был Когда еще Пруссия была В общем, советую Сходите Очень интересная экскурсия Прикольный гид А, еще здесь есть кролики О, кролики, какая штука Так Мы пришли в музей Питловские ворота Так, ребята Сейчас я вам покажу Трамвайчик, который ходил в Кёнигсберге Походу, это вот они Такие вот были Он, вернее Вон, вдалеке Кёнигсберг 1938 Старинная мусорка Которую до сих пор используют 1938 года Старые знаки от Кёнигсберга Кёнигсстрассе Кёнигсстрассе Моцартсстрассе Костюм прусского Фузелера Первого восточного Прусского Пехотного полка Прусской Королевской армии 1813 год Костюм Костюм арбалетчика Тевстонского ордена Конец 13-го века Начало 14-го века Блин, так Танец достаточно Высокий У меня весь не написан А думаю, интересно Вот этот Свея рост Вот этот Слева Слева Вот этот Прикольный Меч Капец Так, ребята Теперь мы идем Дальше по Туристическому Маршруту До Кирхи Очень Очень красиво Открывается Видео Так, идешь 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 И вот она Сейчас здесь Находится Калининградская Областная Филармония Написано Концертный Зал Мы зашли В концертный Зал Здесь идет Репетиция Аркана Можно послушать Он в старой Хирке Находится Калининградская 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 Дом Дом Где сохранилась Старая Такая мебель Все дела Короче Но он Правда Закрыт Уже Мы не успели Вот Но здесь Очень крутой район Нам сказали Так Нам такси Сказал Вчера Короче Очень красивый район Такой В старом стиле Сказал нам Таксист Мы сейчас Будем это проверять Степа У меня забирает Камеру Давай И вот Алена уже Здесь покупает Квартиру Если что Алена Выкупает Здесь квартиру Блин Степа Ты как-то Слишком быстро Снимаешь Алена За сколько Ты берешь Капсиру Ну я думаю Что миллионов Пять Уложусь Миллионов Пять Сколько квадратов Чердак Около соточки Около соточки Пять миллионов Стоит Около соточки Квадратов Короче Вот Такие домики Думаешь Пять Очень симпатичные Вот посмотрите Вот посмотрите На эту плитку Сверху Там кошка Смотрите Значок кошки О кошка Прикольно А где Ну вон Смотри Вон сверху кошка Шпиль кошки А Флюгер Вот взяли кофе В квартире В этой Идем пьем Короче Кайф вообще Тут вот такие домики Симпатичные Маленькие Невысокие Короче Мне кажется Ощущение От района Идем Идем по этому райончику Готовимся Зайти в него Вернее И тут стоит Вот такой столб Красивый Смотрите А еще здесь Очень крутые Вот эти деревья Белые Которые Цветут Очень уютненько Вот такой район В Калининграде Значит Немножко ощущение Что реально В Европе Находишься Народом Здесь Здесь Да Тихо Хорошо Так Еще здесь Все пропускают На пешеходном Прямо как В Ускаминогорске Сразу же Останавливаются Смотрите Ландхаус Рус Продажа дома 700 квадратных метров Вот этот район Вот уже темнеет Ребята Походу Это Походу Все Не успею заснять Весь райончик Малинау Но Тут Походить прикольно Так уютненько Приятно Мы сейчас Видели сову Оказалось Что это голубь Но вышли из дома Сказали Что возможно Это белка Когда мы сказали Что это не белка А сова Сказали Что это не интересно Ребята Смотрите Что еще Успеваю заснять Штернплац Так Это значит Уникальный объект Потому что У него крыша Такая острая Ну кстати Она реально острая Капец 14.8 У меня 14.8 Когда у нас будет вечер Ой Там что-то встретили Видишь там какой дом классный А мы сегодня Мальчики наиграть будем Бля Поехали Короче А мы за дом Доели Новое утро И мы завтракаем Где мы завтракаем Кофейня номер 3 В чем гасеется Бенедикт Латте Оля уже пьет свой напиток Веня уже все съел Сидит, работает Степа ест грудинку Алена Алена еще кушает Три вида икры И дрянчик ест Все Сегодня мы идем за машиной И едем на Курскую косу В общем мы позавтракали Было очень вкусно Вышло недорого Сейчас идем В Калининграде вышло Солнышко Ребята вот довольны Степа, Оля В общем мы идем Навстречу Вене с Аленой Там сейчас машина Будет у нас Наконец-таки И сегодня мы поедем На Курскую косу И в Зеленоградск Погодка шепчет Оля даже приоделась Вот На фоне этого Короче говоря Вот Сегодня прям Хорошо Хорошо Так приятно Когда солнышко Пойдем кайфовать Мы приехали В Зеленоградск Вот И сейчас будем идти По красивым улочкам Говорят Что сюда Даже сами Калининградцы едут Потому что здесь Очень красиво Сохранилось много Старинных зданий Ну вот по типу Вот таких Вот например Вот Каких-то вот таких Видите Даже черепица Сверху Коричневая Такая вот Как Немецкая На самом деле Такая до сих пор Германии Ну подобная До сих пор Германии На домах Вот В общем Сейчас будем гулять Смотреть И вам снимать Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, здесь можно купить еду и покормить котиков Вот здесь еда Вот здесь котики Вот довольные сидят Мне кажется, их уже на самом деле здесь закормили Поэтому не уверен, что они будут есть еду Как-то раз мы в зоопарке купили рыбу для медведя белого Это вот привет Типишкину Купили мы эту рыбу Кинули Он на нее даже не посмотрел Были самые бестолковые потраченные 100 рублей Вот такая история Так, домики для кошек Хоббиты Мурариу Маленькая франция Там даже там геочки сердечки Городская легенда Тут приложение какое-то О, вас пригласили пройти в пульсе у города легенды Зеленоградской Так, мы на смостровой площадке В 1905 году построена была В этом напорная башня старая немцами Я еще послушал, что здесь раньше были старые немецкие трубы Которые потом нужно было менять Заменили на наши А и они прорвались И потом в итоге заново всю реконструкцию делали Вот 250 рублей стоит вход Смотрите, голова снизу Голова снизу Походим на набережную Тут правда стройка слева Посмотрим, что там Ну, море, естественно Круто, круто Морешко Балтийское Я только что это сказал И мы приехали на Курскую косу Самое популярное место после Калининграда В Калининградской области Смотрите, какой тут Мерседес крутой Вообще красивый В общем, это такая тонкая полоска земли Вокруг, окруженная водой Вот, и мы сейчас будем здесь ходить Смотреть дюны, эти танцующие деревья Здесь очень классно пахнет Елью такой Ну, ели везде И очень так Свежо, красиво Короче, мы идем тут по Курской косе Тут очень-очень красиво Свежий-свежий такой воздух Дышится великолепно Прямо серьезно говорю Великолепно дышится Ребята, как вам дышится? Великолепно Великолепно Великолепно? Великолепно Видите, они подтверждают мои слова Я их не просил так говорить Как сегодняшний день? Нормально, как ваш, Степан Отлично Ты такой хипстер, капец, стоишь, снимаешь Заревожаешь сишку свою Конечно, растут Я вам точно говорю Вышли на барханы Ну, в смысле, не на сами барханы Мы нарушать не хотим Просто вот здесь поднялись Посмотреть Потому что на барханы выходить, если что, нельзя Поэтому мы туда не пойдем Вот просто здесь, сверху, посмотрим Ребята, мы сейчас дошли до обратной стороны Курской косыны Обратную сторону пришли Где дюны И сейчас пойдем по ним Тут, как бы, здесь вот можно ходить А там дальше запретная зона Мы идем, где можно ходить Вот, здесь такой очень красивый песочек Мелкий-мелкий Блин, как это прикольно, капец Красиво Пустынно Свежо Тут море Такой мелкий-мелкий песок Аж хочется искупаться Несмотря на 12 градусов по Цельсию И относительную прохладу Хочется искупнуться Очень красиво тут Я надеюсь, что она снимала Ну что, ребят Как ваши ощущения Шикарно Готовы построить бунгало На берегу этого пляжа И остаться с Личевицей А вы немногословны Мы приехали на экологическую тропу На которой называется Васота Эфа На Курской косе Равнина за Авандюной Называется Польве Идем на высоту Эфа Вот такая лестничка Вот Очень легко идти В горку Но по лестнице легко Заложено такой деревяшкой Вот туда заходить нельзя Везде знаки стоят Можно только по этой вот тропе идти Но очень красиво Так вот, почти поднялись Запрещается Пребывается Ни граждан, ни дорог Уфа пользования Специально выделенных маршрутов Может, Бухтармую мне напоминает? Да, может быть Или Вот, а на Бухтармейш тоже такие пески съели Ну да Есть Просто обалденный запах Тут вообще прям Такой смесь Соли морской И ели Да Вообще Очень-очень приятный Прям Надышаться не могу Свежесть, наверное Такая морская свежесть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Какое ощущение у тебя? Очень красиво Очень Миротворяюще Здесь То есть, хочешь сказать, что прикольно? Клево Люто Кайфово Это, наверное, вниз пойдем Или тут будем Наверху сидеть Не знаю Это классно Короче, мы приехали в Фишхоф Это вроде очень известный ресторанчик Здесь подают рыбу Вот так все выглядит Симпатичненького Миленького Надеюсь, сейчас там будет место И мы сядем И покушаем Смотрите, там голова рыбная Крыша Нам сказали, что здесь варят Светло-нефильтрованное пиво Фишхоф называется Специально для ресторана Фишхоф Вот так выглядит И оно реально вкусное очень Немножко такие цитрусовые нотки у него Возьмем домой себе Ждем пока что судака Ребята, вот к нам приехала строганина Принесли вторую часть Это судак под грибным соусом С деревенской картошечкой Это судак под сырной корочкой А у Алены что? Сом О, как он выглядит круто Очень вкусно, очень Получилось вот так у нас на всех Короче, ребята, быстрый воздух Мы просто уже едем домой Здесь очень вкусно Очень вкусно, обалденное место Обязательно приезжайте Вот, очень вкусная рыба здесь Очень вкусное пиво Фишхоф, которое варят для них Так что вот А мы сегодня все, уже поехали домой Все, всем пока На этом этот день завершаем Новый день и мы едем в Nordic Spa Ребята, мы приехали в Nordic Spa Вот так это выглядит Короче говоря, сейчас идем В крутую спа, инстаграмную Все дела В общем, это спа на берегу моря А, нет Она прям горячая? Да Только два человека могут здесь быть А, да Сказали А, нифига она горячая, капец Что, Степа, с тобой пойдем? Капец, она горячая Нифига она горячая, капец Че, ребят, как оно? Прям горячая Серьезно, там прям горячая? А, нифига, у тебя таки петуха Здесь не так, здесь хорошо Не, у меня нормально Так, короче, ребята Вот, в общем, очень прикольно Два котла вот таких, Степа Дают вот такие халатики Вот, очень приятные, мягенькие И вот здесь вот, значит, парилка Парилка с вот таким видом на море На два котла Не знаю, что здесь сейчас будет видно Градусов 100 здесь Вот так она выглядит Вот такая штука Подливать Сейчас будем подливать тут Кайф Кайф Ой, я чувствую соль Да квадата из моря Кайф? В натуре кайф Кайф В натуре кайф В натуре кайф Сейчас можно налить воды С лимоном водичка Вообще, мы планировали пощупать море Ну, может, даже залезть с него Но пока я дошел, я уже остыл И теперь у меня нет желания Ладно, попытка не пытка Ноги-то я помочу Очень холодная, капец Не, ребят, сорян, но это очень холодно Мне ноги сводят Я не залезу Реально ноги сводят Даже после бани, разогревшись Я попробую во второй заход Очень холодно Очень холодное море Сфоткаемся все вместе? Давайте Это просто команда банщиков У кого телефон? Меня У меня Ой, я придумал Можно Ух Бля Бля Рец Это, в общем, душевая Туалет Помещение А оттуда, собственно, выходим А вот вторая Вторая парная Это не значит, что я не рукожоп Это мой? Класс Холодно Саша, а вот здесь уже не холодно Теперь уже жарко Хорош Алексей, хорош Ну, короче, после бани можно Оператор Мамочка, мамочка Я не могу 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 Не, ну, кстати, не так все холодно Когда выходишь, сейчас будет теплее Да Так, ребята, не успел записать Nordic Spa В общем, это обалденно крутое место Мы уже выехали чуть дальше В поселок Ну, поселочек Пентарный Покушали в вкусном ресторане Дача У него рейтинг 4.9 Мы теперь приехали в Балтийск Сейчас пойдем Балтийск Здесь самое, что известно Это крепость Пилау Которая самодолго оборонялась В общем, мы сейчас пойдем к ней Но здесь уже есть красивые здания Вот, смотрите Здесь сразу понятно, что старинное какое-то здание Выглядит очень красиво И здесь еще вот старая кирха Которая немножко подразвалилась Мы приехали в крепость Пилау Видите, она как с карты выглядит Как звезда вот такая Не знаю, как так сделали Видимо, искусственно сделали звезду, да? Нет, это природный объект абсолютно Так, вон вдалеке видно Уже торчит крепость Пилау Здесь еще улицы названы Интересно Улица Красной Армии 8 Вокруг крепости Уже там широкий рот Вдоль которых С внешней стороны Расположены ветерами В настоящее время Крепость является режимным объектом Так, ребята В общем, ситуация оказалась такой Это режимный объект, на котором Ну, военный режимный объект На котором служат И просто так его посмотреть нельзя Нужно обязательно записываться на экскурсию Экскурсия во сколько была? Час 30 Экскурсия начинается в час 30 И мы, естественно, не успели Потому что уже 4 или 5 часов В итоге Мы не смогли попасть Вот так Так что Будете приезжать, знайте Там еще пара достопримечательностей Смотрите, плющ А мы сейчас идем к маяку Сейчас вы его увидите на горизонте Вон он Построены в 1813-1816 годах По проекту архитектора К.Ф. Женгеля Изначально для работы на реках Использовали растительное масло С 1874 года Перосин Так, так Всем привет Сегодня у нас пятница И мы поехали по музеям Сегодня мы, значит Сейчас уже идем в музей Мирового океана Хотим сходить Посмотреть, что там Как говорят Музей очень хороший Сходить на подлодку На исследовательский Научный корабль И еще один Витязь Жалко, что закрыт Пацаева Космонавта Он не работает по ходу Этот комплекс еще строится Он еще не доделан И в него Еще он не работает В него еще, скорее всего, не зайдем А вот здесь От Мирового океана Сюда мы, скорее всего, сейчас Как раз таки пойдем Вот там уже корабль Видно сзади Так, в общем, мы внутри Взяли за 900 рублей Билет акционный На все внутри На аквариумы На глубину На Витязь На СРТ-129 И еще отдельно Подводную лодку 900 рублей на человека стоит Вот сейчас мы Смотрим аквариумы Зашли в экспозицию Глубина Здесь аппарат Вон он мир Который Даже Титаник снимал Говорят Спускался вниз Самый глубоководный аппарат Продолжение следует... 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 Прусчатка старинная. У кого-то на даче стоит большой бюст Ленина. СССР, портрет Ленина. Вот так вот. Вождь мирового плолетариата. К временам здание действительно считалось нарядным. А на рубеже веков на смену прежним незатейливым домам стали приходить роскошные особняки. Блин, первое впечатление Светлогорске, короче, он очень красивый городок. Такой очень похож он немецкий. Здесь вот, например, брусчатка, такие маленькие домики. Такие в немецком стиле, фахверк даже есть. Вот здесь вот, например, такой пруд. Вот он. И течет вот, типа, мини-дамбы. Все так аккуратно сделано. И, блин, если честно, не похоже на стандартный русский город. Очень такой европейский какой-то курортный небольшой городок. Очень красиво. Вот, пожалуйста, смотрите. Как, Оля, тебе? Нравится променад? Да, чистенький, вполне. Да, вот такой, смотрите. Очень приятное место, очень приятное. Жалко только, что дорога близко, немножко шумновато. Даже велодорожка есть. Вообще прям хелос. Да, давай. Кирха. Вон замок. Макет города посвящен последним десятилетиям рыцарской эпохи и охватывает период с 1511 по 1544 годы. Ребята, это все Светлогорск, напоминаю. Смотрите, это, значит, Гоффман Хаус. Гоффман. Дом сказочника. Гоффман Хаус. Композиция «Альпийские горки». Построена на основе сюжета сказок вашего великого земляка Эрнста Теодора Амадея Гоффмана, который родился в Кёнигсберге 24 января 1776 года в доме возле Нижнего Замка озера на Французской улице. О! Поют птички. Блин, кто бы мог подумать, что в Светлогорске так уютно. Честно признаюсь, ребята, я не ожидал. Мы вообще изначально сегодня планировали, не планировали, как бы, мы думали просто ездить куда-то. Итак, выбор пал на Светлогорск. Просто как-то совершенно случайно. Мы приезжаем, а тут вот такая красота. Вот везде вот всякие новые домики строятся. Не как обычно в России, а в стиль. То есть они вот фахвер, то есть повторяют. Стоят старые домики. Если это красиво, озеро, все уютно так. Блин, это на самом деле люблю, когда так получается в путешествиях, потому что это действительно... Не всегда так выходит, но когда выходит, это прям круто. Очень уютно. Просто находишь такие места, от которых не ожидаешь, не ожидаешь просто, что там так будет, а там так. Вот, смотрите, смотрите. Капец необычно. Но так подходит этому месту. Прям лайк, однозначный лайк к Светлогорску. Серьезно прям. Блин, реально, обалдеть вообще. Кто бы мог подумать, что Светлогорске так приятно. Светлогорску. 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 Аминь. так это солнечные часы светлогорске на променаде на улице 6 градусов по цельсию дева июль лев июнь рак о это мой знак зодиак близнецы телец овен февраль рыб рыбы оля это твой красивая набережная и выход морюшку какой кайф так холодно ребята не пошли я решил спуститься очень тут вас приятно приятная набережная как сам город смотрите какая красивая граффити блин не клин брюхо не расколет первый блин с миском второй с кваском был бы блинок найдется едок так это старая водонапорная башня смотрите как она плющом заросла и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хоровая католическая капелла получила название Мария Звезда Моря С 1995 года после реставрации Храм преподобного Серафима Саровского Бывшая кирха, ее переделывали, осветили, сделали храм Сегодня у нас шестой день Мы едем смотреть мост королева Луизы И это Советск И вот смотрите тут по дороге Сидит сверху, вон он Аист Прямо на крыше дома Ну просто здесь свил Аист свое гнездо Сидит сверху Это по всей видимости действующая церковь Бывшая кирха Мы доехали до моста королевы Луизы Смотрите как он красиво выглядит Сейчас естественно мы подойдем поближе Чтобы заснять Там стоят две какие-то фуры Смотрите какой красивый мост Там уже все граница Здесь проходит граница Там уже Литва И получается что он Насколько я понимаю На той стороне тоже Ну примерно так же выглядит Ребят, как ощущения? Нравится вам мост? Красиво Особенно красные заборы Жалко, что Огорождено все Что подойти нельзя, да? Да, но сам мост Очень красивый Оказывается ремонт идет Набережную Променад тут ремонтируют Вот Но вот можно увидеть Поближе мост Так, так, так Ребята Тут удалось еще ближе подойти к мосту Смотрите Ближе уже некуда Все Ален, хочешь сфоткрыть? Ближе только плыть Смотрите какой красивый мост Ванфуры едут с Литвы Что отвезут вкусненькое? Община Менонитов Дома общины Менонитов Был построен в 1853 году Это некогда красивое здание Возведенное в позднероманском стиле Изначально было молитвенным домом Самой большой общины Менонитов Протестантов на территории нынешней Калининградской области Глубокую религиозность Они успешно сочетали с высокой технической культурой Которая проявлялась как в архитектуре Так и в использовании прогрессивных технологий своего времени О, знаменитый тильзитский сыр Тоже придуман Менонитами Его производили в Восточной Пруссии Еще со времен Кевтонского ордена С приходом к власти в Германии нацистов С 1933 по 1945 Здесь был дворец МСДАП Национал-социалистическая немецкая рабочая партия В послевоенное время кирка использовалась В качестве спортивного зала А позже пострадала от пожара и была заброшена Сейчас нет кровли И оно постепенно разрушается Такие двери массивные Там все развалено Страшно, мне кажется, что тут сосуд не дает Смотрите, это замок, которому 800 лет Ну, руины, остатки замка Кстати, реально, а что с дверью? Как будто ее только что поставили Так она новенькая, смотри Крепость неоднократно страдала при войнах Это мы в Сласке Кирка 1869 года Начали работать Короче, давай, ноги, пошли Нет, 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 я так не могу Ребята, мы приехали к конюшне Это старинная конюшня Георгенбург Видите, вон там сверху Ребята, мы приехали к конюшнему Георгенбург Так, уважаемые друзья Завершаем выступление Далее и есть в Данс Это До последнего участия В данной жизни Мне сказали, что они кусаются Я боюсь Ребята, мы приехали к конюшнему Георгенбург Это замок Георгенбург То, что от него стало Основан в 1337 году Орденским рыцарем-хартманом фон Грумбах На месте старого прусского городища Горзова Уничтоженного орденом Еще в 1264 году Отличный вид, господа, да? Короче, этот храм назвали В честь Короче, да? Леха, рад, что ты включился в эту банку Памятная доска В честь победы Это простого слева Хихикаешь, хихикаешь Внутренней части Это музыкальная школа Ребята, в общем, мы сейчас сидели Играли в додо-пиццы Потому что сегодня погода вот такая Очень дождливая И пасмурная Прям очень-очень-очень-очень-очень Долго шел дождь Мы не смогли нормально погулять Вот, поэтому мы сейчас уже сидели в додо-пиццы Кушали И играли в манчикине И сейчас собираемся уже в аэропорт Скоро самолет Окончание, в общем, путешествия Лешки Из Калининграда В общем, прикольно По Калининграду съездить на неделю Это достаточно интересный опыт Приезжайте, обязательно ездите По нашему маршруту Который я показал Я его сделаю потом в видео Вот Смотрите места Есть интересные места Есть Тут можно развлечься на неделю Вот Неделю вот так Хватит Два дня Если только чисто Калининград смотреть А на неделю Если всю область проехать В общем, вот Надеюсь, вам понравился этот выпуск Ставьте мне лайки Подписывайтесь на канал Не забывайте ставить колокольчик Нажимать там Вот В общем, спасибо, что смотрели Пока Субтитры сделал DimaTorzok